Здравствуйте еще раз. Меня зовут Веснецкий Юрий. Я коммерческий директор группы компании «Скалов» и я собственный бизнесер. Я не являюсь специалистом в компании «Скалов». Как собственный бизнесер, как коммерческий директор, я постоянно думаю о том, как победить на рынке своих клиентов и реализовать, что есть три пути, как быть успешным на рынке. Иметь лучший продукт, иметь самый лучший сервис и иметь самую низкую себестоимость. А умные люди говорят, что если вы хотите стать лидером на этом рынке, то нужно иметь лидирующую позицию по всем трем направлениям. Как создать лучший продукт тем и других конференций? Что такое лучший сервис? Это когда клиент доволен сотрудничать с вашим клиентом. Это зависит от того, насколько ваши сотрудники соблюдают сроки и другие договоренности, и насколько вы работаете с этим сотрудниками, приятно вообще общаться. От всех клиентов делаются. Сместоимость тоже состоит, зависит от стоимости приобретения материалов конфликтующих и от производительных труда. То есть сколько единиц вашего продукта сможет произвести один человек единицу времени. Если мы посмотрим на внешние факторы, которые две нескольких компании на рынке в одном окружают, то это одинаковые условия. Все находятся в одинаковых внешних условиях. Все имеют одинаковый доступ к технологиям и рынкам избыта. Технологии производства, технологии разработок, технологии продвижения, продаж. То же самое касается конфликтующих. Одинаковые конфликтующие по одинаковым незаконношенным ценам. Поэтому реальным и очень важным инструментом конкретной борьбы, вообще успешности бизнеса, это персонал внутри компании, внутренний фактор. То, как раз, о чем вы занимаетесь, очень важное дело. Нам, собственным бизнесом, нужна команда, а не просто штат сотрудников, который будет обязанности выполнять. Если у нас будет команда, то у нас, соответственно, сроки будут соблюдаться. Клиенты будут довольны, потому что каждый сотрудник понимает, что обещали этому клиенту, получится хороший сервис. И, соответственно, производительство там тоже будет. Команда будет мало больше, чем у будущих отдельных специалистов, даже хороших. Давайте посмотрим на этапы развития бизнеса, стартапа. Когда маленький бизнес, все помещаются в одном кабинете. Эффективное взаимодействие для сотрудников максимальное. Компания растет, появляются какие-то отделы. Эти отделы разъезжаются по разным кабинетам. В итоге у нас уже они объединяются в свои какие-то маленькие команды. И эти команды уже решают свои задачи. Задачи команды, а не задачи всей компании. Более того, новый сотрудник, который приходит, они уже не видят и не понимают, чем занимаются сотрудники других отделов. И, соответственно, падает эффективное взаимодействие, снижается. В итоге эти команды, мало того, что плохо понимают, они начинают уже конкурировать, начинают конфликтовать, бороться за какие-то конфликтные интересы, которые возникают, как кланы, какая-то междоусобная марта и так далее. Мы сами, где-то около полтора назад, столкнулись с такой проблемой. Ну, немножко расскажу о нашей компании, чем, собственно, мы занимаемся. Мы занимаемся системой спутникового манитарного транспорта. Производим вот такие приборчики. Их устанавливают в автомобилях наших административных заказчиков. В этом приборе есть GPS, по нему определяются координаты. Через GSM информация сохраняется на сервер. И пользователи, заказчиков, они работают с мастерическим софтом, видят машину пинокарта и строят личные отчеты. Тем самым они контролируют водителей, и у них повышается дисциплина, очень серьезный экономический эффект, за счет того, что этот автопарк, во-первых, под контролем, во-вторых, оперативно управлением. Собственно, чем мы занимаемся? Мы разрабатываем эти приборы, у нас есть разрабатывающие оборудования. Мы производим эти приборы. Мы разрабатываем программное обеспечение, диспетчерское и серверное. Мы обучаем пользователей, как используется это программное обеспечение. Мы оказываем им техническую поддержку. Монтажники устанавливают это оборудование на автомобиле. В принципе, все было бы не так плохо, если бы мы этим занимались, как в Санкт-Петербурге и напрямую в состоянии заказчиков. 80% нашего оборудования – это поставка для региона и в партнерскую сеть из 120 компаний. Соответственно, мы еще работаем с партнерской сетью и учим их заниматься всем тем же самым, чем занимаемся сами в себя в Питере. Соответственно, у нас есть техническая поддержка для партнеров, мы решаем проблемы их и их клиентов. У нас есть менеджеры по развитию партнерской сети, которые ищут новых лидеров и помогают им развиваться. Ну, и никуда не деться от прочих административных отделов – пиар, HR, маркетинг, офис, менеджеры. Вот так выглядит примерная структура нашей компании. 10 отделов и еще несколько двух выденных. А теперь хочу показать динамику роста и численности нашей компании. В 2005 году мы начали. И вот, поскольку продукт достаточно востребованный был, обратите внимание, как раз за 10-й и 11-й год мы выросли с 30-ти до почти 90-х половин. За два года – три раза. И именно здесь мы как раз почувствовали эту проблему неэффективное взаимодействие. Спрос на продукт был, набрали новых сотрудников, но, во-первых, те причины – воссобление в отдельные команды, в отдельные отделы, и решение задач отдела, а не компании. Это влияло на падение эффективности. И опять новые сотрудники. Каждого надо обучить, встроить его бизнес-процесс. Поэтому для нас очень актуально создавать проблемы неэффективное взаимодействие между компанией и процессами. Решение этой проблемы – один из путей их решения – это проект «Секундмент», как раз с темой его доклада сегодняшнего. «Секундмент» переводится это «монтирование», и, соответственно, западная практика – отправить сотрудников в другой отдел, в другую филиал, в другую страну, даже в другую компанию. Причем такая командировка может длиться до года. Ну и следующие цели ставили перед этим проектом. Во-первых, новый сотрудник и вообще любой сотрудник, когда он оказывается в другом отделе, он начинает понимать этапы создания и сопровождения продукта становится более компетентным в своей сфере. Да, вот левый верхний кружок. Он станет сам более компетентным. Соответственно, он на своем рабочем месте уже принимает решения более правильные и быстрее. За счет того, что он больше понимает продукты. Побывав в другом отделе, он должен, как нам казалось, понять волю этого отдела. Соответственно, верхний правый кружок тоже влияет на то, что его решение будет учитывать задачи других отделов и все это вместе приводит к самому главному эффективное взаимодействие отделов внутри компании. Ну, немножко конкретнее. У нас этот проект стартовал в январе 2012 года. Летом мы его приостановили, потому что у нас сезон отпусков. И на пуске у нас пройдет немножко выросла. Тут он делся где-то полугода у нас. Сейчас планируем его возобновлять. В среду один сотрудник отдела максимум, может, не обязательно, значит, он там был. Отправляется кто-то в другой отдел где-то на 4-6 часов. Следующее правило, которое мы вырубили, это очень простые, это что руководитель, принимающего отдела, готовит задание, какое-то тестовое, не тестовое, простое задание, которое может выполнить этот резидент. Он назначает наставника, сотрудника своего отдела, который будет помогать резиденту выполнять это задание. Старается играть, причем обязательно свечет пожелания сотрудников. И по итогам мы совершенно простую анкету обратной связи собирали для резидентов. Несколько конкретных примеров, что происходило. Ну, в отделе логистики, например, у нас сотрудники помогали собирать заказы, готовить, проверять оборудование и документы от прогнозка в регионы. Менеджер по продажам, например, занимался тестированием программного обеспечения, которое ему потом предстояло презентовать уже потенциальным клиентам. Соответственно, он уже лучше в нем разбирался, который гораздо более компетентен был в дальнейшем. Участие в собеседовании менеджеры, позаботчики очень были удивлены, как сильно отличается собеседование менеджера по продажам от милой беседы, которую они имели во время своего собеседования. И порадовали, что они не менеджеры продали. Они стали ценить вопрос собеседования. Бухгалтер на производстве наконец-то увидел эти конденсаторы странные, резисторы, микросхемы, которые до этого фигурируют только на плотных и почта, которую она выдела и пыталась их поять на участке ремонта. Пыталась поять? Да? Это возможно. Как потом? Куда вы продали этот ремонт? Ну, помогает. А также разработчики очень были посвящены совещаниям владели продаж. Скажем, надо же всего плату продаж. Владели продаж, они вспоминали фильм «Волины», мотивация продуктов продавцов. То есть, они только интеллируют. «Волина»? Да. Что им такое есть? Да, посмотрите, очень хорошо. Называется «Волина»? Да. То есть, Анастасийский? Ну, да, я коммерческий директор, понимаете? Ну, давайте сэкцентируемся. Очень хорошие. Также большой популярностью появился выезд в «Волина», монтаж оборудования, конечно, для разработчиков, для продажи. Это помогало им уже более временно разговаривать с клиентами, для многих работников. Они понимали, какие-то реальные условия эксплуатации, оборудования на автомобиле. Ну, возлично, мы это все сделали. Ну, было достаточно много, особенно среди руководителей, эспектиков. Они немножко ворчали, как что надо свои планы делать, надо людей, своих отдавать не хочется, некогда заниматься подготовкой этого задания, возиться с конрезидентом. Ну, и действительно, они правы. Несколько часов сотрудники не находились в своих работах, в большем местах, мы платили на зарплату. То есть это потери этой компании, на самом деле. И вдруг мы посчитали, ну, там, берем 20 перемещений в месяц, в среднем пока есть часов, это 100 часов в месяц. Для этого средняя зарплата у человека – 45 тысяч рублей, а в месяце – 86 часов. Ну, там, получается, что мы теряли 25 тысяч рублей от того, что человек не работал на своем рабочем месте, 20 тысяч рублей в месяц. Или умножаем на 12 – 300 тысяч рублей за счастливую сумму. И давайте теперь попробуем понять, ради чего все это было сделано. В принципе, мы достигли этой цели, которую ставили перед собой. У нас вывешивалась увлеченность персонала, привели дружеские связи. Вещи стали гораздо быстрее адаптироваться и чувствовать себя в своей тарелке, когда у них появлялись знакомые, которые нам помогали в любом отделе. Они гораздо приятны были на танец компании. Ну, и самое главное – эффективное взаимодействие отделов у нас серьезная увлеченность. Сразу подвижу ваши вопросы. Отлично это все достаточно субъективно и голословно. Повысило стоимость. Мы пытались померить, оценить эти субъективные факторы. По поводу увлеченности персонала. У нас в компании есть система контроля доступа. Соответственно, мы по времени перехода и ухода человека можем устроить посылки отчета. За мере, как за эти полугода, у нас изменилось среднее время пребывания на рабочем месте, ну, на работе, так скажем, сотрудников. В общем, линейное сотрудничество. Уберем их буквально и себе их включаем. Да, увеличилось на 20 минут. 20 минут одного человека в день – это 6 часов в месяц. Умножаем, например, на эти примерно 50 сотрудников. Я вижу ваши трудности, да? Интересно очень. Я с вами согласен, что вот эти дружеские связи – это все совсем не факт, что они были полезны, да? Вот эти плюс 20 минут, что они занимались работой. А мне кажется, они как раз были полезны. Просто подход очень интересный. Да, это отличная критика, это на самом деле. Да, да, да. У вас, конечно, очень тайна. Вы молодцы. Вы еще не видите следующие слова. Примерно, ну, почитаем, планету времени была полезна. То есть, я по-простому, чтобы не было никаких сомнений о том, что… Я согласен, все равно, чьи пить – это очень классно. Вот. Но есть еще рабочие места. Люди находятся на рабочем месте. Тем не менее, больше. Считаем, половина этого времени пошла в актив-компания. В принципе, мы уже компенсировали те самые 100 часов в месяц, которые потеряли на этом. Следующее. У нас эффективное взаимодействие отдела. Как вы по мере уже долго думали, эффективнее, да, хорошо. Взяли один бизнес-процесс. В этом бизнес-процессе у нас есть много отделов. Причем специально такой бизнес-процесс взяли, который легко оценить его эффективность. А именно повторные продажи нашим клиентам в Санкт-Петербурге. У нас есть, ну, все время отдельная такая без сделки, повторные продажи. Соответственно, у нас есть оснащенные клиенты, и они закупают новые датчики, новые автомобили, оснащают новые программы, без чего они закупают. То есть, от чего зависит их для неповторной продажи, сколько они будут покупать? Прежде всего, зависит от того, сколько они довольны работой основной. То есть, клиент-проектированность, рассмотрение сроков, договоренности. Четыре отдела определяем, которые напрямую влияют на удовлетворенность наших клиентов и на то, хочется им с нами дальше работать или не хочется. Отдел продаж, само собой, техническую поддержку и внедрение. Насколько они принимают, во-первых, друг друга, во-вторых, заказчик не должен объяснять по два раза одно и то же. Друг по монтаже, сколько быстро они выполняют эту работу в установке оборудования автомобиля. Ну, в бухгалтерии, понимаете, всегда приходится, опять же, по-моему, часы. Вот есть четыре этих отдела, которые, на самом деле, года-полтора назад, мы реально испытывали, ну, были конфликты какие-то между менеджером и продажей, мы техподдержкой. Они ругались, я не могу продать своих клиентов, потому что они довольны техподдержкой. Что за фигня? Техподдержка говорит, что вы продаете то, что мы не можем быстрее, что мы не хватает ресурсов. В лимонтаже, например, говорили, что ребята, отлично, вы продали то, что невозможно сделать по установке. Это, как раз, происходило, потому что люди не понимали особенностей работы других отделов. И эту проблему мы решили. Здесь стоит сделать комментарий о том, что у нас увеличилась монетская база, если мы рассчитывать просто так вот, сколько было в 11-м году, 12-м году, не очень корректно. 2,7 миллиона рублей выручка на повторную продажу за 9 месяцев 11-го года, за 9 месяцев 12-го года это 5,6 миллионов. Нормируем это к одному транспорту средства оснащенному. Получается 570 рублей на машину в 11-м году и 780 на 12-й год. То есть на 210 рублей выручка на один автомобиль. Умножаем это на количество автомобиля и получаем 1,5 миллиона рублей выручка. Примерная прибыль 40%. 604 тысячи за 9 месяцев за год 806 тысяч рублей. Вот, бросим эту слайд. Наши затраты это 100 часов в месяц или 300 тысяч рублей в год. Эффекты мы получили как минимум 150 часов в месяц у нас заказывалось. И это не замена, а это дополнительные еще. Только по одному бизнес-процессу повторной продажи мы посчитали 806 тысяч рублей. Разумеется, были другие факторы. На самом деле, я хочу сказать свои ощущения сейчас. У нас появилась эта команда «Единая». Это очень классный проект. Я хочу Ольгу поблагодарить. Спасибо, Оля. Руководителю Терпичар. У нас есть. Доброе утро. Мы готовы идти на вопросы. Надеюсь, наверное, уложился. Кто предложил? Как считать делим? Эффект. Я. А что у мастера разработчиков? Что у мастера? Показывать разработчиков. Оля, помнишь, были у нас разработчиков? Нет. Устрали базу, общались. Проводили какие-то акции. То есть такие простые задачи, которые мы делали. Ну, прям вязали. Да, да, да. Все показывают. Управление. Нет, извиняюсь. Какой сотрудник? Какой отдел идет? То есть был ли сотрудник в суббор не хочу пойти? Сотрудники высказывали свои пожелания, куда они хотели пойти. Разумеется, там какие-то отделы у нас очередь устраивались. Ну, тем не менее, это расписание планировалось за счет пожеланий самим сотрудникам. Неужели были такие, кто хотели добровольно пойти на склад? Ну, там тоже люди работают. Это очень интересно. Если ты был уже в тех отделах, где, например, в отделах хватит, почему бы не стоять? Это очень здорово укрепило отношения в коллективе. Я согласна полностью. День мне очень нравится. Я просто допускаю мысль, что, возможно, будет такая ситуация, когда в какие-то отделы просто не входят. Ну, у нас нет плотворенного производства, поэтому у нас склад – это ничего страшного. Диски. Зайборчики. Надежда Михайловна здесь уже? Я здесь, да. Ну, здесь, конечно, следующая, да? Так, давайте тогда последний вопрос, чтобы не заниматься со всеми странами. Сколько вы получили компаниями? В принципе, если бы проект был постоянный, то все приходят сюда сюда прийти. Я повторю. На сегодняшний день у нас больше ста человек в компаниях. Когда проект мы запускали, было 690, 8 лет, да? Запустили мы в январе 2015 года. И сезонную выпусковку нужно было его приостановить, потому что на курсах на каждый отдел взросло, людей нет на рабочем листах. Поэтому мы сейчас будем его возобновлять. 6 месяцев он длился, и, конечно, сотрудников сейчас удалось. Ну, приоритет, руководители там друг к гостям не ходят в этом проекте участвовали. То есть примерно 50 человек, они тут были, имели возможность сходить в гости в другие отделы и получше познакомиться. И понять, чем занимаются они, если они не занимаются. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо.